Программа MEMTEST выполняет у нас тестирование оперативной памяти. Она записывает в каждый блок памяти информацию, а затем считывает ее и проверяет на ошибки. Как вы видите, вот сейчас сразу же программа начала у нас проверять оперативную память. А собственно результатом неисправности оперативной памяти вообще, если оперативная память неисправна, то это может быть подвисание компьютера, появление синего экрана смерти или вообще перезагрузка компьютера. Поэтому, чтобы удостовериться в том, что оперативная память у вас нормальная и что нет в ней никаких ошибок и сбоев, нужно ее проверить. Ну и так, давайте собственно разберемся из чего вообще у нас состоит данная программа. Опять же, как я и сказал, когда вы только ее запускаете, она автоматически у нас пошла тестировать память. И здесь есть такие пункты. Это собственно запись PASS, что в переводе означает как проход. И один проход состоит из 9 тестов. Вот на данный момент вы видите, что у меня выполняется 4 тест. Это перемещение информации, произвольная запись и так далее. В общем, это различные тесты, которые могут определить, исправна ли у вас оперативная память. На данный момент вот тест номер 4 выполнил на 57%, а вообще полный проход еще 16%. Так вот, когда все 9 тестов будут пройдены, это будет считаться как 100% проход, первый проход. Главное же, на что нам стоит обратить внимание в данной программе, это вот эти вот две колонки. PASS и ERRORS. На данном этапе и там и там 0, так как еще не было ни одного прохода и собственно не выявлено ни одной ошибки. Если ошибок выявлено не было, то внизу появляется следующее сообщение. PASS COMPLETE, NO ERRORS, PRESS ESCATE TO EXIT. То есть, проход успешно завершен, ошибок не было найдено, нажмите ESCATE для выхода из программы. Если же ошибки были, то в программе появятся следующие записи. Это ERRORS не будет равен 0, а также будут красными выделены неисправные ячейки памяти. Опять же, чем больше будет проходов, тем больше вероятность достоверности данных. Желательно оставить тестирование на ночь, ну опять же, в зависимости от того, какое количество оперативной памяти. Если там 256, ну не знаю, там на пару часов, ну примерно, чтобы прошло 8-10 проходов. Если большой объем оперативной памяти, то понятно, тестироваться она будет намного медленнее. И следовательно, сам тест займет больше времени. Ну, собственно, оставить, допустим, на ночь, а вот утром посмотреть, сколько прошло проходов и выявились ли вообще ошибки. Хотя данная программа и считается лучше в своем роде, но у меня бывали ситуации, когда она у меня не смогла определить неисправные планки оперативки. Могу даже сказать больше, в сервисном центре тоже никто не смог определить неисправность. Поэтому я просто поменял оперативку и понял, что в перезагрузке компьютера была виновата как раз именно она. Поэтому данная программа гарантирует результат лишь на 99%. Но это не так уж и мало.